канал это ремонт во многих остались струйные принтера и применяются они по-прежнему печатаем какие-то там документы фотографии и прочее прочее и основной марки основные это canon hp и epson lexmart давно уже практически ушел ну и вот хорошая вещь старая технология хороший получается фотографии и документы качественные все это быстро качественно но есть большая проблема это дорогие допустим до хп и до канона дорогие кадры так как а 3 совмещенные дисголовка головка это принтер очень дорогая вещь в описании там головка отдельно через 100 кадры же подешевле ну смотря конечно какие а вот и на них это особенно дорогая вещь в основном это одноразовая как бы считается напечатали и выбросили ну нас понятно что пытаемся мы на всем заэкономить и перезаправить бывает и раз и пять и десять получается и вот после очередного раза допустим вы меняете там вас все было нормально вы приловчились покупали там шприцы краску заправляете все нормально но после определенного раза заправки вы очередной раз заправили и поставили и все принтер перестал печатать то есть картридж вы думаете что уже не рабочий или там выбрасываете или пытаетесь там промыть прочистить ну в итоге основном покупаете новым хотя бывает здесь очень все просто и есть один простой нюанс вот когда мы перезаправили нас берем мы краску там два три куба 5 смотря зависимости от емкости картриджа и новый старый он ну вот мы заправляем заправили за потом заправочные отверстия там допустим каждого картриджа свое ну по-разному они там бывают черно-белые там одно заправочное цветных бывает и 5 и 3 ну по-разному бывает надо сверлить заправочное отверстие по ну так как бы он не как бы считается что для одного раза ну понятно что рассверлили можно заправлять и вот мы заправили перинтер не печатает мы продували прочищали ничего бывает элементарная причина то есть заправили попал воздух сюда и воздух мешает краске выходить то есть бывает он с пробелами печатает страницу напечатал остальные дальше не печатает то просто вот мы заправили эти отверстия краску налили попадал попал воздух здесь образовалась воздушная подушка и он эта подушка не дает вот нормально печатать принтер для этого просто можно взять вот такую грушу и на каждое отверстие поставить и продуть раз потом закрываем одно отверстие есть продуваем еще одно закрываем и есть это три цвета красный желтый синий и смотрим что получилось получилось что краска нас после очередной продукт будет надо несколько раз продуваем и краска пойдет вот так сначала красная потом если не идет дальше дальше и в итоге все у нас должно пойти вот такой простой метод как видим уже пошла и красная и желтая несколько раз так продукт и это воздух уходит воздушная подушка уходит и все у нас будет обратно этот картридж рабочий здесь краска в лесу мешается то есть вот таким простым способом надо найти купить какую-то грушу и все это легко вот эти которые если конечно сам картридж рабочий если конечно у вас не грязные вот эти контакты сего каретка вас чистая контактами это спиртом протираем каретку контакты все это продули заправили заклеили обратную этикеточку чтобы здесь оставались места для вот там где такие канавки там они должны быть оставаться под этикетка вот как продули если все нормально получилось зачищаем контакты ставим и дальше пользуемся и еще сохраним 10 15 20 долларов так как это картриджи дорогие штуки по 20 по 30 из долларов в принципе такой простой способ казалось все элементарно но народ теряется иногда выбрасывать полностью рабочий картридж просто здесь образовалась воздушная пробка и не дает под краской выходить принципе что хотел показал до новых видео